Такие друзья, продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях и ведущий специалист по ландшафтной терапии Юрий Николаевич Голубчиков. И мы говорим о том, как использовать ландшафт и природу себе на пользу, на пользу своему здоровью и психологическому состоянию, и улучшить его. Так ведь, Юрий Николаевич? Да, да. Поэтому мы ждём звонков наших телезрителей. Всё-таки апрель, весна. Мы устраиваем своё жилище после долгой зимы и дачной участки. И здесь, наверное, что-то можно и сделать. Ну, вот пока мы с вами начали говорить о городе, о ландшафтной терапии, и остановились на Москве, что когда-то она была очень хорошо устроена астрологом Брюсом. А мы, современные жители, её нарушаем, эту астрологическую задумку. Как очень хорошего, удачного места, как удачной ландшафтной терапии для здоровья физического и психологического. Мы не столько планировку города разрушаем, когда мы сносим старый город, старые дома, старые здания, и сооружаем на них вместе новые, то геометрия старого... Ну, а разве можно, что-то же невозможно сохранить? Ведь иногда и приходится строить... Ну, почему? Вот Европа вся построена, понимаете, многие европейские города построены с почтением к старине. И вот эти изгибы улочек, а не прямые проспекты, передают ту задушевность и ту, знаете, благодать ту, которая часто нам неведома. И вот, ну, мне вот очень нравится, понимаете, ну, вот, скажем, в Англии стоят памятники и Кромвелю, и тем, кому Кромвель рубил головы. Все это принадлежит истории, все это наше, все это хорошо и все это славно. У нас же, говорю, еще раз, каждый раз новое поколение сносит памятники предшествующего. Все здания надо снести до основания, затем. Мы построим лучший город. Здесь будет город-сад через 4 года, да? Города-сада не получается. Опять новый замысел. И вот биоэнергетика остается. Вот это все, понимаете, наслоение идет, вот этих снесенных домов. Как это влияет на психофизиологическое и психоэмоциональное состояние людей? А это неизучно совершенно, понимаете? Ну, ясно, что это неблагоприятно влияет. Надо пытаться встроиться, расшириться можно. Как-то, ну, вот, я вот приветствую, вообще-то, то, что Москву расширили, и благодаря этому мы сохраним хоть центр. Не будем разрушать его и перестраивать, наверное, надеюсь. Потому что он как энергетическое ядро, которое благополучно влияет на всей России. Всего мира. Ведь наша задача, в общем-то, превратить Москву в Мекку, православие, православного паломничества. У нас все основания для этого есть. А мы стесняемся своих имперских амбиций. Мы стесняемся того, что мы Третий Рим, и четвертого не бывать, об этом не как-то даже говорить считается не очень приличным. Вот. А это, кстати, наша... Это тоже ландшафт-терапия, это тоже биоэнергетика. Понимаете, ландшафт-терапия – это еще имиджевое продвижение места. Место, в котором мы живем, не стремимся отсюда уехать. Мы должны любить его. У нас нет другого варианта, понимаете? Или мы должны куда-то переезжать, А если мы тут остаемся, мы должны полюбить это. Быть краеведами, любознательными. Понимать целебность того места, в котором мы живем, нашего жилища целебность. Понимать, почему у нас нет в нем достатка, благополучия. Чаще всего это связано с тем, ну, у нас, если конкретно в фэн-шуи приходим, что дом захламлен. В него не может войти энергия, не может энергетика войти. Вот как обычно бывает, да? То есть за забором, на моем участке все чисто, хорошо, А мусор? Мусор, да, это мусор надо вынести абсолютно, это понятно. Мусор мешает и дачникам, и всем. Мы утопаем в мусоре. Но я имею в виду, что мы еще все стали коллекционерами старых вещей. У нас в каждом доме, каждый дом похож на склад вещей, но нет самого необходимого. Такая советская традиция. У нас же не было гвоздей и так далее, перебои в снабжении. Каждый делал что-то. Нет хорошей жизни. Поэтому, особенно при входе в дом, стоит какая-то тяпка, стоит какой-то там, понимаете, банки. Все это надо выкинуть. А балконы наши? Да, балконы загромождены, гаражи загромождены, чердаки. Это нужно не перенести на чердак, а нужно все выкинуть на свалку. Лучше сжечь. Лучше сжечь, потому что не надо, чтобы это гнило. Одежда, шкаф стоит, одеть нечего. Шкаф загроможден всем, одеть нечего. Там стенка шкафа болтается. Все это надо взять и выкинуть, сжечь. Понимаете? Вот когда мы сожгем, да, и деньги появятся. Это как колодец. Воду надо вычерпывать из колодца, чтобы новый приток был. А если мы все будем хранить, эту воду, то она будет консервироваться, застаиваться, будет эвтрофицироваться. И превратиться в болото. В болото, и вообще воды не будет в колодце. Так же и с деньгами. Если нужен водоворот, кругооборот вещей, деньги, вещи, все повыбрасывали, и деньги появятся, откроются поры. Не жадничай. Неизвестно откуда. Появятся деньги, что может быть новый. То есть, одним словом, вот эта захламленность наша в доме, там на участке, да, на садовом, это отсутствие свободной текущей энергии, да. Как только мы все это освобождаем, то и приходит в нашу жизнь что-то новое, здоровое, более чистое, светлое, новые перемены в жизни. У нас звонок в нашей студии. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас внимательно. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, я по поводу вот этой нашей темы. Дело в следующем. Сам я из Крыма, но когда-то по окончании службы остался здесь, в Подмосковье. Здесь женился. У меня здесь дочь растет. Ну, все вроде бы хорошо, но в последнее время чувствую себя как-то неважно. И что мне? Теперь возвращаться в другую государство, в другую страну, обратно на родину? А вы хотели бы вернуться в Крым? Да. Ну, вы знаете, все эти года, это уже почти 20 лет, здесь я себя чувствовал очень хорошо. Зимы, это, ну, только последнее, ну, видимо, с этими призмами, жарким летом, с душным. Хотя сам человек крепкий, но эту духоту переносить было очень сложно. вы в Москве живете, вам сложно переносить московскую духоту, городскую духоту. Спасибо. Что сделать? Это связано, в общем-то, не с местом. Вам, видимо, понятное дело, человек к 50 годам приблизился. Он уже адаптирован к московским условиям, ему переехать, от себя не убежишь. Перейдеть в Крым, он тоже... Появятся какие-то причины тоже, идёт утрата энергии, идёт возраст, идёт истощение энергии. Человек связывает это там то с погодой, ну, действительно, погода усиливается, но дело не в этом. А дело в том, что идёт истощение энергии. Энергии нужно подпитывать. Так. А лучшее средство подпитывания энергии это и есть прогулки. Побольше двигаться, побольше ходить, на велосипеде, на лыжах. Не позволить энергии быстро уходить, а может быть, даже и подпитаться энергетикой. Я думаю, так вот посоветовать, а не несклонность к перемене мест воспитывать к себе. Ну, конечно, в Москве, в крупных городах душно бывает летом. Может быть, тогда действительно, если уж совсем плохо как-то человек себя чувствует... В Москве для отдыха великолепные возможности. Мы часто ругаем Москву. В Москве, во-первых, зелёных насаждений 20 квадратных метров на человек. У нас очень крупные зелёные массивы внутри города. Не говоря о том, что сели на электричку, отъехали час, там проехали, 40 минут проехали, и на велосипеде катайтесь в такие места, если на лыжах. Ну, и можно переехать в ближайшие подмосковные. Если переехать, если есть, всегда такая возможность есть. Я советую даю тем, которые люди не имеют денег, новых лишних, не имеют денег. Это не связано с покупкой коттеджа, не должно быть связано. Знаете, наши советы не должны быть связаны с такими, или поехать отдыхать в Новой Зеландии. Мы ищем так, мы ищем возможность здесь подпитаться. На месте, да, на месте решить этот вопрос, вопросы и проблемы. Ну, о том, как подпитываться, мы с вами поговорим ещё. Продолжим наши, я думаю, что мы ответили нашему телезрителю на этот вопрос. То есть, когда уже возникает какой-то, так сказать, возраст, то, может быть, вопрос не только в том, переезжать или не переезжать, а в тех проблемах, которые скопились у человека к этому моменту, да, и действительно к потере энергии. Давайте ещё один звонок послушаем и продолжим наш разговор. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие я могу принять меры, что у меня совсем пропала энергия. У меня рядом два города, в одном городе мама жила, она умерла, в другом городе я жила с мужем, муж умер. Вот. И теперь у меня совершенно нет никакой энергии, я не могу... Силы нет, да, у вас? Да, что с вещами делать, что совсем... Вы хотите переехать куда-то? У вас есть какие-то мысли или здесь другое? Нет, переехать я не собираюсь, просто как мне найти силы? Хорошо, вот теперь вопрос понятен. Спасибо. Тут очень сложный вопрос, некротическая связь с умершими, некротическая связь с мамой, некротическая связь с мужем. Она остаётся, энергия очень сильно истощается в этом случае. и опять-таки тут советов нет, человек должен сам почувствовать, но если хотите вот такой мой совет, то мне кажется, могло бы помочь что? Вещи остались, говорят женщины, умерших людей. И посмотреть на пламя свечи, постараться, постараться активизировать в себе мысли, чтобы эта свеча, пламя сжигает у вас всё негативное. Постараться так, чтобы вот как-то интуитивно так войти в это пламя, как бы чтобы оно вас съело какой-то негатив, съело что-то тёмное. У нас всюду иньянь, понимаете, всюду у нас тёмное соседствует со светом. Нет, энергия огня очень сильная, энергия, мы в одной из передач об этом говорили, как раз свеча как использование дома, в домашних условиях. Да, понимаете, это вот есть то светлое, которое противостоит тому тёмному, некротическое, это всё самое сильное янь. А почему вот, Юрий Игоревич, почему всё-таки, вот не все же люди так яр, вот так сильно чувствуют ушедших близких людей, да? Не у каждого человека, у кого кто-то ушёл из жизни близкий, вот так истощается энергия. Что здесь происходит с женщиной? Почему она так позволяет? Тут я вряд ли отвечу на этот вопрос. Но я думаю, конечно, что это связано с привязанностью. Я думаю, мне тоже так кажется. Это ведь, если есть близкие отношения, уход близкого человека, это переживание, конечно, неизмеримо, более мощное, чем если отношения были скандальными всю жизнь, и там без конца там мат, выпивки, какие-то пьяные драки, то это одно. Или уход человека близкого, такого, который, ну, выжили когерентно, душа в душу, это совсем иное. Но, тем не менее, то есть люди ушли, и не нужно себя как бы вслед этим людям отправлять, да, вот этой своей энергетикой потушить. То есть надо набраться энергии. Не забывать нельзя, надо ходить на канут, ставить свечи, положено нам это. Мы не случайно, понимаете, традиция, на канут ставим свечу. Да, да. Ухлые свечи должны постоять. Ведь мы сжигаем тут что-то. Это все эзотерика. Есть эзотерическое православие. Оно своим священникам... Нет, ну это и научно обоснованные вещи, то есть уходят негативные энергии. Ну, ну, и сихазм, так далее, целое направление есть. Но они... Это самое интересное, пожалуй, в нашем православии, потому что наше православие никуда не изменялось. Оно, в отличие от, там, протестантской, католической религии, оно остается, вот, ни на йоту не отступает. Ни в языке, ни в молитве, ни в богослужении, ни от чего. Поэтому здесь мы как раз эзотерика. Поэтому на кодун поставили свечку. Хорошо, а вещи, вот, женщины спрашивают, остались вещи этих людей, что... Ну, что они тоже реликвии. Их нельзя взять, вот так вот, посоветовать выбор. Может быть, подарить кому-то, в церковь отнести. Ну, как, ну, они же тоже реликвии. Есть вот вещи такого типа хлама, это одно, а есть реликвии. Они хранят образ хозяина, мы с ними не можем расстаться. Есть и награды, есть какие-то любимые вещи, чашечки, так нельзя мы их так выкинуть. Вот я имел в виду, когда выкидывать хлам, я имел в виду какую-то вот одежду, не самую такую, главную, которая вот что-то... Она, как раз, очень захламляет биоэнергетику. То есть вы советуете вот вот такую энергию огня использовать, тем более, что это можно в домашних условиях сделать без проблем, да? Я думаю, в церкви это усиленнее. В церкви это будет посильнее, да? Усиленнее будет и геометрией, и положением храма, которое и избрано, и тем неведомым, что нам неизвестно и непостижимо, что, может, когда-то там будет только... Наука и созданная. Тогда давайте вот я здесь задам этот вопрос. А как можно набраться энергии, вот, используя ландшафтнотерапию, даже в городе, вот, проживая в городе? Ну что, прогулки, да, еще. Как можно запитать себя энергией, если человек городской чувствует, что истощение ее? Прогулки, да, я думаю, свое жилище обратить внимание. На свое жилище, особенно входную дверь. Вот опять-таки, еще раз повторяю, никакой захламленности. Кровать. Вот мы 8 часов треть жизни проводим в кровати. Да. А еще треть жизни проводим за письменным столом. Две трети... На работе тоже. И на работе, и даже дома часто работаем. Две трети жизни у нас занимает стол и кровать. Самые энергетические столпы. А еще есть такой стильный стол. А диван для мужчин? Диван, ну, диван... Ну, если он спит... Если он на диване там сидит, сколько времени? Сколько времени находимся? Не столько важна, понимаете, там, север-юг, фэн-шуй, сколько важно ближайшее окружение. Ближайшее окружение человеческое. Ближайшее вещевое окружение. Очень важна плита в доме. Нужна, чтобы это был открытый огонь. Ну, то есть газовая плита лучше, чем электрическая. Раньше даже дрова какие-то из какого дерева придавали то или иное пище особенности. Да, вкусовые качества, да. И пища была всегда из этого места, из которого мы живем. Не было дальнепривозных продуктов в консервированном малосваемом виде. И сама корова выбирала себе травку по вкусу. Сейчас все это утрачено. Но хотя бы огонь надо сохранить. Огонь – это мощный энергетический столб. Вот огонь, плита, плита, кровать, столб. Хорошо. Какие тут правила? Что тут должно быть? Что? Значит, вход... Каждого свое. Каждого свои правила. Каждый сам должен почувствовать их. Вы должны так кровать поставить, чтобы вам хорошо спалось. Тут есть всякие гепатогенные зоны, мол, и считается, одни считают, что там, где кошка спит хорошо, там, где собака спит хорошо. Много можно тут подсказывать, выдумывать. Надо самому своей интуиции доверять. Никому. Никто вас тут не обучит. То есть попробовать. Да, развивать свою интуицию. Стол поставить так, чтобы вид из него был. Туда, куда вам, так сказать... Нравится, да? Вид? Да. Может быть, кто-то любит стол у окна оставить, да? Кому-то надо на восток, кому-то надо на север. Вот. Ну, мне, наверное, на юг, потому что Юрий Голубчиков юга. Кровать, вот, плита, вот эти все вещи очень важны. Центр дома очень важен. Центр дома – это здоровье, это все вот центр. Что там? Что-то расположить нужно? Деметрический центр. Или, опять же, какую-то любимую вещь там поставить в центре этого дома. Я думаю, там не есть то, что поставить. Просто надо как-то подпитываться этим местом. Подпитываться. Смотреть на него, как-то уделять ему внимание, уважать его. Может быть, это, знаете, как в храме, вот, в центре дома обычно. Люстра, да, на потолке красивая люстра. Под ней ковер. В голову в центре геометрическом построить туалет. Правда? Конечно. Вот вы там квартиры... Хотя квартиры разные бывают, Юрий Голубчиков. Да, у меня тоже дома такие стали строить. Вот, где-то на Афшибе, понимаете? А вот здесь какое-то особое священное место. Ну и, конечно же, вот, недаром вы сказали, что входная дверь не должна быть захламлена, потому что прихожая – это лицо дома, вообще-то. И во многих европейских культурах, да, самое дорогое... Зеркало должно быть. Зеркало должно быть, которое отбрасывает энергию. Вы заходите в дом, и перед домом должно быть зеркало. Лучше бы в виде восьмиугольника зеркала. У них же... Вот знаете, вот, фэн-шуй, например. Вот есть город, и страна, точнее, есть страна, где фэн-шуй – религия. Государственная. И эта страна достигла таких высот, как ни одна страна мира. Вы едете в Китай? Сингапур. А Сингапур, да, правильно. Страна в виде варёдого рака. Дурак-то – это мёртвая вещь, раз варёдый. Они, значит, озеленить лужайками, всё озеленили всю страну. Этого мало. Построили метро, плохо стало, кризис наступил. Весь народ. Нужно восьмиугольниками вооружиться. Вот этими, они называются Ба-Гуа. Ба – это восемь, ну, Ар-Ши-Ба – двадцать восемь, получается, да. Ар – двадцать ши, десять, Ба – восемь. А Гуа – это угол, угол, Гуа. А Ба – Гуа. Значит, вот эти Ба-Гуа все… Восемь углов. Да, все стали носить с собой, но китайцы носят, а другие национальности и носят. Не хотят носить, надо заставить тоже придерживаться фэн-шуэ. Тогда они изобрели в метро, кладёшь в виде вот этого вот метро, в жетон. Жетон в виде восьмиугольника. Да, в виде восьмиугольника, значит, всё равно будешь. А потом тебе как-то его можно вернуть, и доллар возвращается в залог. Ну, то есть заинтересованность, да? Да, да, заинтересованность. Все погоды. У них они опять вышли из кризиса, вышли, прекрасно живут. Самые высокие зарплаты там премьер-министров, министров, это сто тысяч долларов в месяц. Ну, там и цены, конечно, высокие, но, тем не менее, один из них богато живёт. Все население там нет бедняков. То есть, значит, всё это работает, и всё это не просто так. Как на простых примерах, у нас звонок ещё один в студии, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Мне сейчас 50 лет, но всю жизнь я мечтала жить около моря, на юге. А сама я с северо-запада. Вот сейчас стоит ли мне переезжать, например, или стремиться, по крайней мере, переехать туда жить, где я хотела, или в таком возрасте уже не стоит. А северо-запад, это что это за место? Северо-запад, это под лининг Санкт-Петербургом. Под Санкт-Петербургом. То есть, Санкт-Петербургом на юг, к Чёрному морю, да? А место... А на Чёрном море какое место вы хотели бы выбрать? Геленджик, допустим. Хорошо, спасибо. А как у вас со здоровьем, как вы себя чувствуете под лининг, под Петербургом? Когда я туда приезжаю, я чувствую себя хорошо. А под Петербургом, там, где вы живёте, как вы себя чувствуете? Тоже неплохо. Тоже хорошо себя чувствую. Ну, если есть такое желание, думаю, надо идти. Это же интуиция. Женщина ведётся на какой-то свой внутренний голос ей говорит. И она умеет его почувствовать внутренний голос. Она достойна уважения. И думаю, надо. Но, знаете, вот постарайтесь последовать древнекитайской традиции, которая говорит нам о том, чтобы место было у моря, выбрано так, чтобы с севера были горы. Это, кстати, вот в районе Геленджика, Новороссийск, это такое место легко найти. С севера были горы, защищали. То есть у вас спина должна быть защищена. Когда вы сидите за столом, должна быть стена за вами. Когда вы живёте, за вами должны быть горы. Сзади вашего дома. А впереди, перед вами море. И лучше бы полукольцом горы были бы сзади, полукольцом. А полукругом тоже окружало бы море. И вот на этом пространстве... Такая бухта, да? То есть, по идее, это бухта? Нет, это не бухта. Это, смотрите, мыс. Как бы мыс. Полукруг. Вот такой мыс. А с этой стороны горы. То есть получаша получается. Да, скорее вот такая получаша. Вот как наш стол. Да, да, да. Вот тут горы, а там море. А ваш дом вот здесь. В центре. Да, ну где-то в центре. Не обязательно в центре совсем. Не важно, вот где-то на этом пространстве. Вот это по фэн-шу, это самое лучшее место. Я вот смотрел по карте, где же такие места. Я нашел это вот Барселона, вот, пожалуйста, Ницца, вот вообще Срезидноморское побережье Альп. Между Альпами и Средиземной. Там все расположено очень грамотно, да, в отношении здоровья человека. Да, и люди там живут долго. Ну, в общем, в районе нашего такого большого Сочи, которое я там считаю, можно и Новороссийск, наверное, включить, таких мест, конечно, подобрать несложно. Несложно. А для них есть такие места. Не очень жестко так держитесь, вот именно север-юг, как вот сказано здесь. То есть можно женщине переезжать, невзирая на возраст, потому что ее ведет интуитивно. Она же чувствуется в его пневмонии. Да, ее ведет интуитивно. Да, интуитивно. Вот это как раз правильный выбор. Если такое стремление есть, ему надо следовать. Конечно. Кроме того, мне кажется, сначала можно поехать туда отдохнуть. Хотя приезд можно сравнить с операцией медицинской, которую тоже, знаете, не знаешь, советовать, не советовать. Это все равно, что пожар пережили. Понимаете? Леонид Ильич, у нас программа подходит к концу, осталось несколько минут, мы должны подвести итог. То есть как все-таки можно исправить, какие советы можно дать горожанам, да, людям, которые живут в городе, если у них и дом находится не там, человеку не нравится, окружающий вид, да, и уж какая же тут ландшафтная терапия, да, и переехать сложно, потому что это стоит больших денег, и вид из окна не очень, не радует, да, и не способствует здоровью и психоэмоциональному состоянию. Как-то все не очень. Если еще соседи шумные, то совсем плохо. Вот несколько советов, как можно исправить... Вы знаете, в китайской традиции фэншуй, там есть как бы пять градаций всего. Первая градация, которую исправить нельзя, это рок-карма. Это где вы родились, в какой семье родились, место и исторический период, в который вы родились. Если вы родились, там, допустим, ну, понятно, не будем расшифровывать, все это вам дано. Да. Ваш исторический период и ваше место, и ваша семья, и социально-экономическое положение. Или бы вы учились, если семья была бы бедная, она не смогла бы вас, понимаете, в студенческие годы там как-то поддержать вас, чтобы вы завершили. Это должны быть хорошие усилия нашими родителями предпринятые, чтобы дать нам образование. Второй период – это удача, счастье. Это уже лотерея. Это вот как вы женитесь или выйдете замуж. Это уже лотерея. Тут уже, ну, тоже где-то несколько кармических, уже трудно изменить часто нечто. Третье – это фэн-шуй. Это то, что мы можем именно поменять. Поменять мебель, поменять пространство, куда-то попутешествовать. Это мы можем. Это как раз география. Она геомантическая география так и называется. Четвертое – идет благотворительность, которой нельзя на показ. Уступили место в автобусе. Это хорошо, никто не видит. Это должно быть враждем. Никто не знает. Никто не знает, что это вы уступили. Правда? Вот. Потому что фамилия ваша неизвестна, пассажир. Так. И пятое – это вот работа над собой, самосовершенствование на пятом месте. Вот из этого всего складывается. И много чего очень трудно. Самосовершенствоваться трудно. Но изменить географию прогулки в приятные места, изменить свое какое-то окружение, географическую среду, поменять всегда можно. Не поменять, а манипулировать ей можно. Географическая среда управляемая. И управлять – это географическая среда. А географическая среда – это и локальная среда. Это и в вашем доме тоже географическая среда внутри дома. То есть можно купить цветы, поставить что-то, заставить это некрасивое. Аккос некрасивым видом. Какие цветы? Кактусы не нужны. Это углы. Это что-то такое не то. Красивые цветы – это хорошо. Опять-таки, цветы – это ж трупы живых растений. И только-только увидать вначале, тут же выбрасывать их надо. И так во всем. Это все надо чувствовать. Понимаете? Замечательно. Спасибо вам огромное. То есть надо чувствовать себя, свою интуицию и полагаться на нее. Она вам подскажет. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Спасибо вам. Что ж, мы заканчиваем нашу беседу. Сегодня мы говорили о ландшафтной терапии. То, что окружает ваш дом, ваше жилище. Помните о том, что вы хозяева своей судьбы, и все можно изменить к лучшему. Еще о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания. Обязательно будьте счастливы. До встречи через неделю.